Часть силовиков, засевших в Донецком аэропорту, открыла ураганный огонь по ополчению, но все силовики блокированы на втором и третьем этажах нового терминала. Подавляющее большинство киевских боевиков накануне сбежало из аэропорта, ну а последние несколько месяцев территория воздушной гавани является одной из самых горячих точек противостояния ополченцев и украинских военных. Вот что сообщил глава сампровозглашенной ДНР Александр Захарченко. 95% терминала под нашим контролем, остались небольшие отчаяния сопротивления со стороны бесок. И тут даже не отчаяния сопротивления, а люди, которые замуровали себя в здании, они просто не сдаются. В аэропорту находилось порядка 170 человек в новом терминале. Ротация, которую они делали, они изначально нас обманывали, они там меняли людей частями. На сегодняшний момент их осталось не более 10. Пленных в районе аэропорта нет. По словам Захарченко, ополченцы захватили в аэропорту много трофейного оружия, в том числе иностранного производства. Мы показали, что мы создали этот аэропорт. Мы его не брали по одной простой причине, надеялись на то, что Украина образумится, что они поймут. Поймите, что такое для Украины аэропорт? Он на самом деле ни с астратической точки зрения абсолютно не нужен. Мы сегодня сломали ту идеологию украинскую, возле которой строилась война. Официально заявляю, что украинская армия не в состоянии вести ни одного нормального боевого действия. Они не солдаты. Люди, которые не умеют воевать, чуть сюда лезут. Пускай сидят дома, занимаются своими детьми, занимаются своим правительством. Не надо лезть сюда на Донбасс. При этом власти ДНР готовы к диалогу с Киевом о путях мирного урегулирования разногласий. Александр Захарченко даже пригласил президента Порошенко в Донецк для личной встречи. Я официально приглашаю Петра Порошенко в аэропорт в Донецк. Он является главнокомандующим вооруженными силами Украины. Он является президентом Украины. И как лицо первое, он обязан думать о своих людях. Поэтому со своей стороны его приглашаю. Я готов с ним разговаривать о любых вещах, дабы прекратить эту бойню. Если он согласен, если он мужчина, в конце концов, который не боится, а является действительно президентом, пускай приезжает, будем разговаривать. Будем садиться за стол переговоров прямо в аэропорту в новом терминале, сядем, попьем чаю и будем говорить. Пускай посмотрим, что он сделает. Между тем в украинской армии...